Считается, что именно этот смертный приговор, по которому присутствовал Платон, произвел на него наиболее сильное впечатление, настолько сильное впечатление, он настолько возмущен от несправедливости, что это из-за этого дела написать тот текст, первый текст, который в ряду этих диалогов сделал Сократа главным действующим лицом, который назывался «Апология Сократа» или «Защита Сократа». То есть Сократа пригласили на суд. На этом суде он, по законам того времени, он мог не прийти на этот суд и откладывали, его бы откладывали только, пока он не умер своей смертью, чтобы ему уже к этому моменту было почти 71-71 лет. Значит, он мог бы не прийти на этот суд. Второе, ему друзья предлагали, он мог бы взять себе защитника, который бы защищал. Но нет, он сказал, я буду говорить, я буду защищаться сам. Ну и третье, в принципе, можно было бы заплатить определенную штраф и сохранить жизнь. Есть разные капитации, как это все было, что на самом деле, вроде он в какой-то момент согласился, но суть в том, что, опять же, тут речь идет о том, о чем мы уже говорили накануне, что неизвестно, как оно было вживую. Из того, что мы сегодня можем прочитать, это выглядело так, что Сократ сказал, что на самом деле, когда его спасили, когда его уже осудили, сказали ему, ну, все, что мы можем сделать Сократ, ты можешь выбрать сам себе меру наказания. Выбирай. Ну и список возможных способов ухода из жизни. Ну и вот, на что он сказал, хорошо, пожалуй, я выберу бесплатный обед в общественной столовой. Ну, то есть, есть место, где афиняне кормят бедных людей за счет города. Хорошо, покормите меня в этой столовой. Вот, это как раз подходящее отказание. Ну, я думаю, что вам хватит воображения представить себе, как судьи отнеслись к этому. На что это похоже? Есть такое прекрасное современное слово. Троллинг. Троллинг. Это вот, это просто сказать, да вот я на вас, на всех, с высокой важностью. То есть, мне на самом деле, ну, абсолютно все равно, что вы здесь примите, какое решение и так далее, и так далее. И, может быть, это одна из тех вещей, которые действительно произвели колоссальные впечатления на его современника. И поскольку это передавалось из уст в уста, и это обрастало легендами, и так далее, и так далее, это один, понятно, из главных поводов для того, чтобы Сократ вошел в сторону. А теперь все-таки главный вопрос. Я абсолютно уверена, что его способ вхождения в историю обеспечен, или, скажем, он обеспечил себе способ вхождения в историю, или он вошел в историю, благодаря тому, что Тетамон сформулировал несколько вещей достаточно четко. Одна из этих вещей как раз связана с этим судом над Сократом, или, скажем, как она была проявлена. Известно, что когда на этом суде Сократу, значит, когда ему нужно было каким-то образом защищаться, он решил в качестве аргумента рассказать о том, что он не просто здесь какой-то Сократ, который ходит по улице, и так далее, и так далее, а что он тот Сократ, о котором Пифия в Дельфах сказала, что он мудрейший из всех ныне живущих мужей в Афине. Вот, значит, говорит, вот, был такой человек, я все знаю, Херефонт, он отправился в Дельфы к Пифии, а греки к Пифии бегали чуть что не так, вот, то, кого жадить, то, какой, скажем, караван куда отправить, то есть, когда нужно было делать какое-то важное решение, с кем советоваться, вот, ну, в храм, и что скажут боги, или те боги, с которыми тебя особенно интимные отношения, то есть те, к которым ты больше доверяешь. Так, вот ты, значит, идешь в храм к своему богу, и Пифия, значит, ну, знаете, Пифия это, как бы это сказать, я не знаю, да, я просто хотела привести пример, но я не уверена, что все знают этот образ, то есть это такая черная женщина, которая печет печеньки, вот, кто смотрит «Синематрицу», вот. Так вот, значит, Пифия должна была, значит, ответить на вопросы, разные вопросы, которые, скорее всего, Херефон хотел задать мне в саду, и, скорее всего, то есть, в ныне это был главный вопрос, потому что для того, чтобы подняться в храм в Дельфах, это довольно далеко, и сегодня точно так же, мы не знаем, вот. Итак, отлично, Херефон был в Дельфах, задал вопрос, кто самый мудрый из ныне живущих в Афинах мужей? И Пифия позвонила Богу, алло, Бог, да, нет, а когда он будет? Ну, и, значит, вопрос, кто самый, значит, мудрый из ныне живущих мужей в Афинах? И Бог сказал через Пифию, ну, через могилу Севастую, сказал «Сократ». И приходит Херефон, точнее, там даже брат Херефон, он приходит к Сократу, говорит, вот брат был Дельфа, и Пифия сказала, что ты самый мудрый из ныне живущих мужей в Афинах. Кто, да? Кого я ее веду? Ну, на самом деле, вот все, вот это уже и есть, это самое все, София. Потому что, что такое боги для древних греков? Это истинно высшая инстанция. И эти боги сообщили Сократу, ну, довольно приятное известие. То есть, это не приятнейшее известие, по-моему, нет, ревизор, это приятное известие. Боги тебе сказали, парень, ты самый мудрый. Ну, что теперь? Все, теперь гордись, задержай нос. И вот, и на всех смотришь высока, и вообще пусть теперь только на мы и шепот. Что делает Сократ? То есть, так бы сделал бы среднестатистический человек. И во времена Сократа, и в нашем. Ну, не знаю, есть какой-то человек, который для вас является авторитетом. И вдруг он говорит, ты молодец. И ты теперь ходишь и говоришь, а вот тот Жванецкий сказал, что самые смешные шутки, например, у Майя Демиры. Все, теперь Майя Демиры может ходить с задранным носом, потому что сам Жванецкий сказал это, например, на каком-нибудь открытом вечере. Все, этого достаточно, чтобы уже занять определенное положение в обществе. Но не Сократа. Потому что он в этот момент поступил действительно, как, ну, вот, можно сказать, человек с отточенной интеллектуальной честностью и отвагой. Потому что вместо того, чтобы удовлетвориться этим приговором богов, он задал себе вопрос, интересно, а что есть мудрость? И если мудрость это то, что я думаю, то имеет ли это ко мне отношение? А если имеет отношение, то в полном ли объеме? То есть, что такое мудрость? Кто такое я отношение к этой мудрости? И если у меня есть какие-то отношения с этой мудростью, то какие? Любят ли гипопатамы и слабопатамы, и как они их любят? То есть, если это есть, то что там будет? С этого момента, собственно говоря, он и проявил, поэтому он вошел в историю, потому что он проявил позицию философа. По его собственному рассказу, он пошел изучать или исследовать, что люди называют мудростью. То есть, он на самом деле пошел изучать, полевые исследования такие проводить, то, что в греческом языке называлось докса. Он пошел собирать мнение. Есть мнение, что мудрость – это способность, например, хорошо писать стихи. Есть мнение, что мудрость – это способность быть хорошим кузнецом. Потому что, когда мы сегодня говорим сон и я о мудрости, переводим в категорическую мудрость, мы рассматриваем это как мудрость, что это в философии, знания и прочее. В дюблическом языке это было универсальное понятие, которое применялось к целой серии человеческих способностей, талантов, умений, навыков и так далее. Ты хороший кузнец – ты мудр. Ты хороший поэт – ты мудр. Ты хороший навигатор – ты хорошо можешь вести и вывести из нейтральных лет, не знаю, там, пройти между, привести судно между кораблем, между рифами. Ты мудр в своем, в своем, в своем, в своем деле. И в этом смысле вот это было представление. Когда он пошел интересоваться, ага, значит, этот мудр в этой, этот мудр в этом, этот мудр в этом. Вопрос. Если мы себе представим, если мы себе представим, что мудрость – это такая большая птица, тогда получается, что поэты – мудры, кто назвал проект, мудры своей мудростью, кто там, кузнецы – мудры своей мудростью, врачи – свои мудростью. Но вопрос. Если кто бы то ни было из ныне живущих людей или вообще живых людей, кто бы владел поэтой мудростью во всей полноте? Ответ сократен. Но ясненно, что нет. То есть каждый получает из этого пирога свой слайс пиццы. Тогда он тебе дает вопрос. Тогда за что же меня? Что я такого сделаю? Вот в отношении студентов у меня всегда был выходим такой пример. Сидит Вася, Петя проходит мимо ректора, и вдруг слышит, что ректор про ректора говорит, а вот Петя, «Вася – самый лучший студент в университете». Петя приходит и говорит, слышишь, Вася, ректор сказал, что ты самый лучший. А на сегодня. За что я? Может, только как все списывают, обманывают. Ну и прочее, прочее. Ну то есть я нормальный студент, все как у людей. За что же меня? Вот точно такой же вопрос задал себе Сократа. А за что же меня? Я точно знаю, что я ничего не знаю в деле этого причемного дня, что я не шустительный, что я не кузнец, что я не то-не-не-не. И уж тем более я не знаю еще многих вещей, которые в этом мире есть. За что меня боги назвали мудром? И дальше ответ Сократа. И вот она философия. Он не говорит, меня боги назвали мудром за то-то, за то-то. То есть у меня нет ответа. Он говорит, наверное, боги назвали меня мудром. Только за то, что если я чего не знаю, то я так и говорю, что я этого не знаю. Вот, собственно, и вся мудрость. И тогда можно было бы сказать, что если теперь развивали эту мысль, и она дальше будет в истории философии развиваться, что боги назвали Сократа мудрым. Только за то, что он, в отличие от других, точно провел границу между тем, что условно говоря, между знанием и незнанием. Сейчас он там нарисован. И в этом смысле, если его мудрость и есть в чем-то, то эта мудрость только в том, что он осознает границы своего знания, знания и незнания. Но на самом деле, если мы скажем, что к этому, первое, что я могу сказать, что его мудрость начинается не с того, что он осознает границу, а с того, что он считает необходимым это сделать. Потому что он, вместо того, чтобы удовлетвориться приговором, типа бог, он задает себе вопрос, что есть мудрость, какое я имею отношение к этой мудрости, и если какой имеет, то, кстати, я хотела бы знать точно, какие у меня, какой у меня статус в отношении с Санкт-Петербург. И так, значит, граница, между тем, что есть знания, что есть незнания. Но он на этом не остановился. Он пошел дальше. Потому что, когда в конечном итоге его приговорили в суду, и он уже стоит на пороге смерти, и понятно, что его все отговаривают, и говорит, Сократ, на самом деле, можно этого избежать. Это уже совсем другой диалог, который называется Критон, когда последний день жизни Сократа, или там, предпоследний день, приходят друзья, сюжеты, прощаются с ним, и Сократ, значит, они его уговаривают сбежать из тюрьмы, и таким образом избежать казни. А на что, он говорит, парни, а на что вы меня подбиваете? Ну как, всем же понятно, что приговор несправедлив. Это бессмысленно, все понимают, что это была глупость, это была ошибка, ты где-то там никто сказал, кому-то там заделан за живое чин амбиции, получился такой приговор, оно там не стоит, вот, жизнь стоит дороже. На стыд, и зачем же, видишь, если бы ты слушался мнения большинства, то с тобой бы не произошло величайшее эпизод. Вот стоп, секундочку, какой такой величайший эпизод. Что вы называете величайшим эпизод? Гад, ты же умрешь! Вот спокойно, я тут слышал, докса, я слышал такое мнение, что смерть, это вообще-то следующий уровень игры в Counter-Strike. А есть другое мнение, что смерть, это небытие, и там тебя ничего не ждет. Но если смерть, то, что говорят первые, что это просто переход на какой-нибудь другой, да, я знаю, что Counter-Strike, не это речь-то. Но если это не, значит, если это не, значит, такой способ, другой новый способ жизни, какой-то возможный, это переход в другой мир, где, а меня, например, ждет встреча, ну, с кем? С Фрагментом, который говорит, вот его, вот, или кем-то, Моцартом, да? значит, вот я, допустим, смогу встретиться с какими-то бывшими героями, с Габерой, и прочим-прочим, может быть, это не так плохо, в виде с вами только насидит Габерец, а как? Я говорю, то есть, кто знает, может, все не ужасно? И, когда он развивает дальше эту мысль, он высказывает некоторые, которые делают некоторые высказывания, которые в тексте у потомок приобрела привязанность такой, когда он говорит, что бояться смерти, это все равно, что утверждать, что ты знаешь то, чего знать не можешь, тут хочется сказать, по определению, априори, ты не можешь знать, что есть смерть, поэтому бояться совершенно бессмысленно, потому что, если бы мы знали, что смерть это плохо, мы бы, конечно, ее как можно чаще и дальше убегом, если бы мы знали, что это хорошо, тогда мы бы уж, пожалуй, все бы уже приблизили этот момент, и там мы уже встретились с кем захотели, да, но поскольку мы не можем проверить, доказать или опровергнуть, что это это мнение, это докса, или это, вот отсюда слово парадокс, да, у нас есть одна докса, одно будет, есть другое будет, вот как-то они не контузиваются, поскольку у нас нет возможности ее проверить, тогда если мыслят этого бояться, тогда получается, что Сократ проводит следующую традицию, если мы себе представим, что все, что мы знаем за определенный период, это вот это может, а вот это вот все в точку мы не знаем, то Сократ первым, я не знаю, между, условно говоря, тем знанием, о котором он может решить, я это знаю, и вот следующее, из этого, значит, из этого места, из этой границы, которая, что мы знаем, открывается, как на границе любого государства стоят пограничники и обозревают горизонт, да, вот на этой границе открывается некоторая граница того, что неизвестно, и как раз в этом смысле можно сказать такую вещь, что Сократ провел, доведя эту границу, проработал определенную работу в мысли, что чем больше мы знаем, тем больше перед нами открывается горизонт в нашем мысли, чем больше я знаю, тем больше я не знаю, тогда можно было бы точно сказать, что я не знаю о Сократе больше большинства этой аудитории, может быть, не больше всех, но большинства, а вы, соответственно, до этого момента знали намного меньше или почти ничего не знали о Сократе, а теперь знаете, что вы о нем знаете намного меньше, но больше, чем народа. Да? И вы теперь знаете, что вы больше о нем не знаете, потому что теперь открывается этот горизонт того, что вы не знаете. И вот эта идея о том, что Сократ, на самом деле, проведя эту границу, осмысливает такую вещь, именно то, что когда к нему обратились, когда он сказал, что боги назвали меня мудрым, он сказал, что да, если боги и назвали меня мудрым, это только за то, что если я чего не знаю, то я и говорю, что этого не знаю, с одной стороны, а с другой стороны, тогда получается, да, что если я и мудрее Сократ, то мудрее на эту малость. На какую малость? Что я знаю, что знание мое ничего не стоит. Потому что чаще всего вы можете услышать этого все как харизмы и, наверное, кучу всяких мемов, наверное, в интернете есть, что я знаю, что я ничего не знаю. Но это несколько упрощенный вариант того, что сказал Сократ, потому что на самом деле все-таки какие-то вещи он знал. И будучи человеком интеллектуально-честным, он точно знал, что за какие-то, пусть и небольшие вещи он вполне готов отвечать. Но уже точно он считал, что я его можно назвать мудрецом. Итак, первое, что он сделал, он принял традицию между тем, что, условно говоря, можно назвать знанием или познанным, и тем, что непознанным. Но когда Сократ, отвечая на вопрос о том, стоит ли бояться смерти, говорит о том, что на самом деле бояться смерти все равно, что утверждает, что ты знаешь то, чего ты знать не можешь, он проводит следующую границу. То есть, если это у нас, условно говоря, уже знание, которое мы назвали, здесь у нас знание, которое, назовем его НТО, условно говоря, еще не познанное, то здесь у нас уже знание, которое непознаваемое, даже нельзя назвать, какой-нибудь вот так назовем НТО. И тогда получается, что он проводит два раза границу. Один раз границу между познанным и непознанным, а второй раз уже между всем этим. Хотя мы доступны и познали, например, можно было бы сказать, я не знаю язык Суахин. Но, гипотетически, если поставить перед собой такую задачу, можно сесть и выучить язык Суахин. Но, что касается опетренных вопросов, прежде всего вопросов смерти, тут у тебя пока ты жив, смерти нет. Когда я смерть, тебя нет. В этом смысле вы с ней все время расстанетесь к дверям. Один заходит, другой выходим. И встретиться с ней, чтобы как-то лучше познакомиться, но никак не получается. И вот поэтому она к нам не видит его отношения. Итак, в отношении смерти сказать нечего, потому что мы с ней находимся, условно говоря, в разных мерах. И тогда, а кто встретился, он уже к этому миру имеет отношения, поэтому у него нет шансов об этом рассказать. И вот теперь в сухом остатке. В сухом остатке можно было бы сказать так, что действительно Сакран не просто задал определенного рода вопрос, но он его задал именно в такой ситуации, когда подтверждение его позиции требовало самую высокую ценность. Потому что, на самом деле, дело ведь не в том, что он за свои убеждения пошел на смерть. История человеческой мысли предоставляет нам массу, к примеру, замечательных людей, не будете почитать, которые были готовы пойти на смерть. Но он рационально доказал, почему это единственный правильный. То есть это не вопрос веры. Это вопрос того, что когда он говорит, что бояться смерти, это все равно, что утверждать, что ты знаешь то, чего не знаешь, то он не просто это говорит. К нему в последний день или в предпоследний день перед его казнью приходят его друзья. В тексте открытый, в котором он потом это описывает. Приходят его друзья, ему назначен день смерти, а они к нему приходят в камеру, что делает Сакран? Он спит. Спит может быть? Нормально. Ему на казнь идти, спит он. Спать ему захотелось. И его друзья садятся так ровненько на желточку и ждут, когда он проснется, чтобы в последний раз с ним поговорить, пока он живет. Он проснулся и говорит, ой, ребята, мне такой сон классный приснился. Ну и рассказывает свой сон. Сон это, конечно, вещи, он касался Платона, там об этом много говорили. Или там приписок, что у меня в этот момент, а то он снился, может, он снился раньше, но позже, несут. Но суть в том, что он говорит своим друзьям в последний день, когда он в семье может увидеться. Он говорит следующую вещь. Ребята, когда мне не станет, вы, пожалуйста, принесите жертву Асклепию. Принесите петуха в жертву Асклепию. Для тех, кто в тени Асклепию Асклепию был про человек, и как правильно, если выздоравливал ребенка или взрослый человек после тяжелой болезни, в благодарность Богу Асклепию приносилась жертва. Тем самым, как бы, он самим этим высказыванием, как бы, зафиксировал определенную позицию. Я, наконец-то, ну как бы сказать, исцелюсь от болезни, под названием жилья. То есть до этого я, как бы, болела этим. Теперь я, наконец-то, исцелюсь от этого. И принесите, пожалуйста, жертву Асклепию в подтверждение того, что я теперь исцелюсь. И я, конечно, абсолютно уверена, что вот все, что он сказал, именно потому что оно было на таком фоне, на фоне того, что это, действительно, как бы, предельный выбор. То есть это не выбор, ну не хочется занижать папа, а с того, мы тут попробуем.